ну и вот мы его достали из суппорта смотрите скоба она просто выходит вот так вот ее вытащить надо ну немножечко молоточком может быть вот сюда вот резинки они вот просто вытаскиваются вот это вот отсюда ну несомненно здесь надо будет все вычистить все вымыть эти вот гнезда под направляющие там ужас что творится но видите в каком состоянии здесь все пыльники у целые но под пыльниками видно что кто-то пытался смазку набить вы смотрите ржавчина о зеркале здесь и нету никакой речи здесь получше ну они должны знаете когда не на машине с руки должны как бы ну вот и все надо было конечно когда на машине стоял отсюда брусочек подложить сейчас вот сюда аккуратненько через наставочку молоточком с этой стороны чуть-чуть развернуть через вот это вот отверстие с той стороны чуть-чуть ударить и так отсюда оттуда отсюда и он выйдет и этот также потом конечно все почистить вычистить если это возможно и собирать все назад разобрал их смотрите это более-менее цилиндр вот тоже есть что чистить есть вот это его гнездо я думаю вам тоже стоит запомнить какой цилиндр ну какой поршень с какого цилиндра я так разложил значит здесь у меня прокачивающая горловина вот болт этот прокачивающий этот значит цилиндр отсюда и вот второй смотрите в каком ужасном состоянии ну и он смотрите тоже закисший я его доставал очень тяжело прямо интересная закономерность смотрите вот здесь вот трубка здесь трубка подходит и вот сразу же первый цилиндр хорошем а дальше дальше следующее вот он как раз в таком состоянии видите удручающие вот этот и клинил вот этот цилиндр и клинил и были с ним проблемы то есть тут давление наверное меньше было потому что основное давление идет сюда буду сейчас дальше разбирать хорошо пыльник отходит вот отсюда вот так вот вот так вот чуть-чуть я придавил об и он пошел он не отрывается только смотрите не оторвите его а выходит из канавки сейчас я его вытащу покажу вытащил вот она канавка он там сидит в канавке ничего сложного вот она эта канавочка конечно это все почистить вот манжета тоже достать ее достать несложно только не оторвите и вот на этом на втором цилиндре с той стороны мне пришлось вот сюда вы дышкой брызгать потому что ну не отходило но здесь отошла то есть я размочила потом так аккуратно начал открывать здесь отошла здесь вот вот здесь уже не идет надо размачивать чтобы его вытащить вот ну все видно рыжая засранная я думаю надо все это почистить все канавки достать сальник манжетку достать так вот значит когда с той стороны я все почистил цилиндр поршень почистил манжетку назад поставил значит вымыл хорошо жидкости тормозной вот эту пыльничек протеру поставил туда и значит как без фанатизма собрать суппорт маслом не надо мазать но нужно смазать опять же тормозухой вставил его туда и пассатижами вот так вот взял за край и начал туда совать как бы толкать и вот так вот прокручивать тяжело что потом разошел то есть манжету я не повредил пишу так я собрал суппорт с другой стороны на этой как бы сейчас не хочу еще одно видео крутить ваше время отнимать смазать хорошо туда его отправить пассатижами вот так я прокручивал и вталкивал собрал без проблем манжету не загнул все работает с той стороны так что вот так собирать еще хотел одно показать посмотрите какая тормозная жидкость сущая грязь это говорит о том что наверно тормозную жидкость как и все жидкости тоже при при большом пробеге думаю стоит меня конечно проблематично но хотя наверно в трубках она там чисто это вот суппорта как перебрали вот всю эту грязь слили то бишь можно задаться целью просто все четыре колеса перебрать все тормозные суппорта эти какая жидкость выльется вот здесь черная получается вы поменяете с бачка с трубок уже чистое добавится вот и все делюсь может кому-то пригодится